Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Не только современная техника и качественный асфальт, но и высококвалифицированные специалисты. В Самаре продолжается ремонт автодорог. Неоценимый вклад в разработку целого ряда ракет-носителей среднего класса. И все это усилиями одного человека. Геннадий Аншакова, который отмечает 85-летний юбилей, поздравила глава города Елену Лапушкину. Оформить дом за два дня, не имея полного пакета документов. В России продлили дачную амнистию и ввели новые послабления. Возможность продемонстрировать свои идеи и показать потенциал региона. В северной столице России стартовал 25-й Петербургский международный экономический форум. В нем принимают участие делегации из 40 стран мира. 1244 российских и 265 иностранных компаний. Отправилась на форумы делегации от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. О первых результатах работы участников из нашего региона расскажет Михаил Ермоленко. В этом году центральная тема Петербургского международного экономического форума «Новый мир, новые возможности». А Самарская область по количеству современных проектов не уступает другим регионам России. С 2018-го Самарская область принимает участие в форуме собственной экспозиции. И каждый год новейшие разработки и интересные инициативы. Важно правильно представить свой регион, потому что каждое новое партнерское соглашение в рамках форума – это прежде всего инвестиции и появление новых рабочих мест для жителей области. Так, в этом году на стенде представили ключевые инвестпроекты и разработки. Инсталляция программно-аппаратного комплекса «Умная дорога», малый космический аппарат «Аист-2Д» и другая продукция предприятий региона. Также посетители стенда могли виртуально прогуляться по Самарской луке, а на макете главного стадиона Самары – узнать о будущих преображениях территории вокруг спортивного объекта, о том, какие здания и инфраструктура могут появиться вблизи арены. Международный межвузовский кампус на 5000 проживающих. Территория жилой застройки в северной части и в южной. Общая площадь жилых помещений будет порядка 800 тысяч квадратных метров. Жилье обеспечено всей социальной инфраструктурой. Две школы, общая вместимость на 1800 детей, два детсада и поликлиника. Первый день форума прошел более чем плодотворно. Глава делегации Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров, подписал соглашение с «Новотеком» в производственной сфере, сферах развития строительства и инфраструктуры. Два миллиарда инвестиций в регион. Кроме того, на встрече губернатора Самарской области с Леонидом Михельсоном, председателем правления российской газовой компании «Новотек», удалось достичь договоренности о реализации социокультурных проектов. В частности, о начале строительства здания театра «Грань» в Новокуйбышевске. Обсудили и поддержку волейбола в регионе. Также особо отметили промышленный потенциал Самарской области. «Делали уникальное оборудование. Хочу вот, опять же, Маша Сызранский отдельно похвалить. Они сделают такие «Грань», которые в мире не уставали промышленный. С таком громадным пролетом и на грузоподъемность до 200 тонн. То, что мы можем собирать модули уникальными с помощью этого оборудования». Вторую договоренность удалось достичь на встрече Российско-Египетского совета. Стороны пришли к соглашению об обмене информации по организации бизнес-миссий. По мнению председателя совета Михаила Орлова, египетскую сторону может заинтересовать потенциал Самарской области в автопроме и машиностроении. Также важная часть соглашения – знакомство с производителями медицинского оборудования и возможностями частной медицины. Кроме того, составляющей сотрудничества могут стать новые возможности для обучения египетских студентов в вузах региона. Михаил Ермоленко, События. Российский ученый, специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс» на этой неделе принимает поздравления. Геннадию Петровичу Аншакову исполнилось 85 лет. Поздравить почетного гражданина города приехали глава города Елена Лапушкина и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Подробности далее. Российский ученый и специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс», стоявший у истоков этого предприятия, Геннадий Петрович Аншаков отмечает юбилей. Под его руководством разработана система управления национальных космических систем для решения задач высокодетального, обзорного, фотоэлектронного и многозонального наблюдения земной поверхности. Дом юбиляра сегодня полон гостей. Поздравить почетного гражданина города с 85-летием приехали председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и глава города Елена Лапушкина. Геннадий Петрович просто удивительный человек, и не просто так он стал почетным гражданином городского округа Самара, чем я искренне горжусь. Это человек легенды и в космической отрасли. На протяжении очень долгих лет, десятилетий, он работает у нас на ЦСКБ «Прогресс», является ведущим конструктором, был главным конструктором этого легендарного предприятия, да и сам человек крайне легендарный. Геннадий Петрович Амшаков – это в таком самом широком, хорошем понимании живая легенда не только космической отрасли, хотя вся его жизнь посвящена служению, покорению, развитию космоса, космических агрегатов. И сегодня, несмотря на свой серебряный возраст, который он отмечает, свой юбилей, он продолжает работать, он востребован, и это здорово. Человек владеет такой информацией, что просто это кладется. И я всегда Геннадий Петровичу говорю, Геннадий Петрович, пишите, пожалуйста, книги, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, государственной премии СССР и сейчас в строю. В 85 лет он работает заместителем генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс» и не теряет оптимизма. Как-то, знаете, вот научился с детских лет, потом работа. А в работе бывает, знаете, всегда, иногда то взлёт, то посадка, как это говорили. И если отчаиваться, то будет плохо. Поэтому лучше уж, как говорится, всегда доброе отношение, доброе настроение. Геннадий Аншаков внёс большой вклад в разработку ракет-носителей среднего класса типа «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-ФГ», а также их последующих модификаций «Союз-2» и «Союз-СТК». Они используются для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, выведения межпланетных аппаратов, спутников, научно-исследовательского и специального назначения по Федеральной космической программе. Созданная при участии Аншакова ракета-носитель продолжает оставаться самой массовой в мире. Состоялось более 1700 запусков. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Чтобы качественно отремонтировать городские автодороги, нужна не только современная техника и качественный асфальт, но и высококлассные специалисты. Чтобы воспитать мастера своего дела, требуются годы и десятки тысяч километров отремонтированных дорог. Такие люди у нас в Самаре есть. Об одном таком художнике, как он сам себя называет, наша следующая история. Работа интересная, ответственная, творческая. Дорога своего рода, как художник, картину делает. То есть здесь надо с душой подойти. Холст, дорога, краски, асфальтобетонная смесь. Ну а кисти – это мы. Мастер Алексей Данилов в профессии уже пять лет начинал простым дорожным рабочим. Сейчас, пройдя школу жизни, за это время он отремонтировал в Самаре не одну улицу и десятки километров автодорог. Может с уверенностью сказать, что профессионализм приходит только с опытом. У него на руках диплом специалиста по строительству автодорог и аэродромов. Ранее трудился и на заводе, но своей взлетной полосой читает работу по специальности в подрядной организации, которая много лет занимается преображением самарских транспортных артерий. Алексей Универсал, однако его конек – именно укладка нового покрытия проезжей части. Самый ответственный процесс в ходе ремонта. Это контроль качества, приемка, настройки асфальта укладчиков, углы атаки, настройки виброплиты трамбрующего бруса. Век живи, век учись. Это постоянно, каждый год, постоянно вводятся какие-то новые параметры, новые ГОСТы, технику совершенствуется. Бригада мастера Алексея Данилова вот уже несколько недель ремонтирует большими картами автодорогу на улице Гагарина. От московского шоссе до улицы Победы. По национальному проекту – безопасные и качественные дороги. В этом году это самый протяженный участок – 4,6 километра – из ремонтного списка, состоящего из 35 объектов. Сергей, давай слой посмотрим. Общая площадь работ только на Гагарина – 114 тысяч квадратных метров. Покрытие отфрезеровано. Люки инженерных коммуникаций, смотровых колодцев, дождеприемные решетки подняты на проектные отметки. Асфальтирование дороги в направлении города подходит к финишу. Свыше 44 тысяч квадратных метров в проезжей части уже со свежим покрытием. Выполнено около трети ремонтных работ. Далее бригада направит усилия на обновление дороги от московского шоссе в сторону улицы Победы. Работают круглосуточно. Самые трудоемкие операции, например, устройства нового слоя покрытия, организуются в ночные смены. Трудятся по погодным условиям, без ограничения движения автомобильного и общественного транспорта. Мастера, которые здесь работают, и сотрудники МБУ дорожного хозяйства, которые курируют и контролируют код выполнения работ, неукоснительные требования, не соблюдение требований ГОСТов по выполнению работ, по подготовке основания, по укладке асфальтно-бетонной смеси, по температурным характеристикам, именно по той смеси, которая применяется. Это, наверное, одно из тех звеньев, важных звеньев, которая является составной частью хорошей дороги, которая будет здесь в будущем. И от мастера, от начальника участка зависит достаточно многое. Это внутренний контроль тех работ, которые производятся предприятием на том или ином участке дороги. Формирование штата специалистов, компетенция подрядчиков. Подрядная организация, ремонтирующая автодорогу улицы Гагарина, к подбору и обучению кадров относится тщательно. На работу принимают дипломированных, ответственных, любящих в свое дело специалистов. Затем на постоянной основе ежегодно проводят курсы повышения квалификации, отправляют сотрудников на форумы, выставки и конференции. Которые проходят в разных городах России. Поэтому за качество ремонта самарских дорог горожане могут быть спокойны. Директор подрядной организации Марат Гумеров в мастерстве своих подчиненных, в том числе мастере Алексея Данилове, уверен. Он сам разработал опытным путем технологические карты укладки данного нового асфальтобетона. То есть, какие катки, сколько проходов должны проходить. И вот много улиц уже уложил по данной технологической карте. Довел ее до совершенства у нас. Готового специалиста такого не найдешь. Его надо именно учить, воспитывать в таком коллективе, дружном, как у нас. Знак качества работы дорожных мастеров срок службы автомобильных городских трасс. Улица Гагарина от ремонта до ремонта прослужила водителям 9 лет. С новыми технологиями и современными материалами, как того требует реализация нацпроекта, и, конечно, благодаря профессионализму и ответственности дорожных служб, вскоре появится еще одна обновленная, безопасная, качественная дорога. А впереди у мастера Алексея Данилова и других специалистов этой подрядной организации улица Авроры, участок от аэродромной до промышленности. На нем работы начнутся уже в ближайшие дни. Сфрезерование изношенного покрытия. Сразу после завершения ремонта на улице Гагарина на Авроре стартует укладка нового покрытия. Каждый объект любимый. В каждый объект вкладываешь душу, с душой это относишься. Ольга Павловна, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В столице региона открыт пляжный сезон. Некоторые горожане уже воспользовались случаем и успели не только позагорать, но и искупаться в Волге. Правда, вода в реке едва успела прогреться до 14 градусов. И принимать водные процедуры медики пока не рекомендуют. Тем более, что, несмотря на хорошие пробы воды и песка, еще действует запрет на купание. Некоторые пляжи подтоплены. Уровень воды пока высок. Размещение буйков продолжается. Часть зон отдыха дооборудуют, как только понизится уровень воды в Волге. Тему продолжат наши корреспонденты. На набережной даже в рабочий день немало самарцев, занимающихся спортом. Многие пришли полюбоваться Волгой, но пляжный сезон открыли не все. Сегодня я пробежался первый раз в этом году и захотелось искупаться, но еще в Волге не купался. Только на даче в Саку. Планирую начать плавать по утрам. А сегодня первый день. Вода бодрит, освежает. Но все равно приятно. Приятно с утра освежиться, чтобы день был бодрым. Пока еще рано. Скоро откроем. Начнутся каникулы настоящие отпуска, и можно будет прийти позагорать. Пока просто гуляем. В этом году подготовка городских пляжей стартовала раньше обычных сроков. Однако погода не часто благоприятствовала проведению работ. И до сих пор уровень воды в Волге не снизился до необходимой отметки. Из-за этого некоторые пляжи пока подтоплены. Пляж Красного Глинского района, пляж санаторий Можайский. То есть там до сих пор еще не разравлен песок. Там вода не позволяет это сделать. Барбошина поляна, загородный парк, советская армия на 50% также затоплены. Основные первая, вторая и четвертая очередь набережной. Оборудование полностью в полном объеме выставлено. Зона отдыха, доступный пляж, предусмотренный для маломобильных граждан, под некрасовскими полевыми спусками, оборудованы. Осталось дождаться, когда понизится уровень воды в Волге. Тогда место схода в реку подготовят и сделают комфортным. Напомним, ранее на Самарские пляжи привезли песок. После его планировки обязательно проверяют состояние акватории. После этого начинается водовазное обследование дна акватории. Составляется профиль дна. Выясняется, есть ли в этом месте какие-то опасные зоны, например, ямы, водовороты, крупные предметы и так далее. Крупные предметы, которые обнаруживают водолазы, это камни, коряги, они вынимаются в депутатном порядке. То есть производится очистка дна. Водолазы вспоминают, что когда-то на окраинах пляжей попадались необычные находки. Урна чугунная старая, как в парках была раньше. Но особо крупных не встречается, потому что осмотр производим ежегодно. Мелкий мусор, да, попадается. Водолаз Антон Роднин, как и его коллеги, кроме обследования и очистки акватории, делает промер глубины. Максимальное для купания – 3 метра. Для детей и граждан, не умеющих плавать, безопасная зона отличается глубиной, не превышающей 120 сантиметров. Основываясь на данных спасателей, устанавливают буйки. Там, где уровень воды позволяет закончить работу, все необходимое для комфортного отдыха к открытию пляжного сезона сделано. Как только представится возможность, оставшиеся работы будут завершены в полном объеме. В частности, после того, как уровень воды придет в норму, промер глубин будет организован еще раз. Буйки и опоры для спасательного оборудования переместят. Для обеспечения безопасности с 10 июня на официальных городских пляжах уже работают 14 спасательных постов. Основными причинами происшествий на воде являются пренебрежение правилами поведения, в том числе купание в состоянии алкогольного опьянения в непредусмотренных и необорудованных местах на значительном расстоянии от берега в зоне движения маломерных судов. Горожанам рекомендуют обращать внимание и на красные флаги. Они означают, что пока купаться небезопасно. Но как только снизится уровень воды и повысится ее температура, самое время освежиться в Волжской воде. Ольга Павлова, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События. Документы, телефоны, банковские карты и ключи. Таков неполный список вещей, найденных в последнее время в городском общественном транспорте. В Самаре продолжает работу горячая линия, по телефонам которой можно узнать об утерянных вещах. Для удобства пассажиров на канале «Про Транспорт 63» в Телеграме и в социальной сети ВКонтакте открывается новая рубрика, в которой автобусный перевозчик планирует размещать данные. Как работает бюро находок, узнала наша съемочная группа. Кондуктор Светлана Кадаркина после каждого рейса проверяет автобус, в котором работает. Что только не оставляют пассажиры. От продовольственных упаковок до очень ценных вещей. Паспортов, водительских прав, удостоверений, банковских и транспортных карт, а также дневников, ключей, нот и обуви. На конечной станции обязательный осмотр. Найденное отдают в диспетчерскую службу или на кассу, где и происходит опись предметов. Бывали и необычные находки. Памперсы, ну все для роддома. Это была такая сумка, все для роддома. На следующий круг нас ждала беременная женщина. В бюро находок транспортного предприятия вещи хранятся месяц. Затем паспорта и водительские права отправляют в отделение МВД. А социальные проездные и студенческие билеты направляются в профильные организации. Для того, чтобы вернуть пропажу, пассажиру необходимо заявить о ней, позвонив на горячую линию для предложений и замечаний по номерам, которые на экране. Специалист запишет подробности, после чего проверит данные в картотеке. Зам руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин рассказал, что еще в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году австралиец забыл в шакле свитер и пропажу удалось найти. Сейчас горячая линия продолжает работу, но кроме звонка по телефону, в век высоких технологий людям помогают социальные сети. Мы хотим немножко усилить еще эту работу в рамках наших социальных сетей и групп в мессенджерах. Мы от департамента транспорта тоже теперь эту информацию будем транслировать с определенной периодичностью, чтобы в том числе охват аудитории увеличить. Может быть, кто-то не знает, что есть такая возможность. Может быть, кто-то о горячей линии нашей еще не слышал. Сообщение об утере ценной вещи можно оставить в телеграм-канале про транспорт 63 и группе ВКонтакте на странице автобусного перевозчика. После того, как вещь будет найдена, а владелец подтвержден, пассажир сможет забрать находку. Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить соответствующее заявление. В том случае, если в транспорте обнаружена бесхозная сумка, чем-то наполненная, то трогать ее ни в коем случае нельзя, напоминает в дептрансе. Необходимо сообщить о подозрительной находке кондуктору или водителю. Они вызовут полицию. Пассажиров в этом случае пересаживают на другие маршруты. Ольга Павлова, Юлия Василькина, Николай Епифанов, События. Овощи и фрукты, мясо и рыба. На любой вкус. Муниципальная ярмарка на пересечении Киевска и Тухачевского пользуется успехом у жителей города, хотя работает всего лишь с прошлого года. Когда на площадке идет оживленная торговля, и какими новыми ярмарками порадуют самарцев в этом сезоне, узнал Михаил Ермоленко. Со вторника по воскресенье на пересечении улиц Киевска и Тухачевского в Самаре можно приобрести продукты питания по выгодным ценам от местных производителей. Семейная ферма из Большой Глушицы, которую представляет на ярмарке Амержан-Шукуров, реализует конину, говядину, а также баранину. На подобных ярмарках условия для торговли подходящие, рассказывает мужчина. Мы с 1 сентября прошлого года здесь находимся, на этой ярмарке. Очень довольны тем, что администрация города предоставила нам такие условия, то есть комфортабельные, то есть когда зной, ветер и снег, и дождь, как говорится, мы всегда находимся в хороших условиях, то что мы имеем возможность реализовывать нашу продукцию. На посещаемость ярмарки, как отмечают продавцы, влияют разные факторы. Погода, праздники и настроение людей. Бывает, что и в четверг не протолкнуться, хотя это рабочий день. Ну а в субботы и воскресенье чаще всего многолюдно. Многие самарцы приходят на ярмарку каждые выходные, тем более, что друзья и знакомые советуют. Каждую неделю практически. То есть здесь мясо очень вкусное. То есть ярмарка, то есть весь ассортимент очень хороший у них. То есть все выборочно есть, и вся продукция очень свежая. Расширение ярмарочной торговли в городском округе – одно из приоритетных направлений работы. Кроме круглогодичных муниципальных ярмарок, в региональной столице планируют проведение сезонных. На них жители города в течение выходных смогут покупать овощи, фрукты и другие продукты. Одна из таких торговых точек уже открылась в поселке Мехзавод рядом с Домом культуры «Октябрь». Формат сезонной ярмарки, когда производитель может с минимальными затратами приехать, поторговать, не заниматься погрузкой, разгрузкой и прочими работами, которые внесут дополнительную стоимость в стоимость продукта. Таким образом достигается минимальный уровень цены на продукцию. Как отметили в профильном департаменте, на таких торговых точках выходного дня самарцев ждет разнообразный ассортимент, который к концу сезона, в августе, станет еще больше. Ценами производители также порадуют. Всего в Самаре работают 28 ярмарок. К тому же в этом году планируют открыть 16 новых торговых точек, в том числе передвижных сезонных. Этот вопрос прорабатывается в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. С 1 июля в России вступит в силу закон о дачной амнистии 2.0. Фактически будет продлен действующий уже 16 лет закон, который позволяет в упрощенной форме регистрировать дачные и жилые дома, построенные до 1998 года. За годы работы закона в России дачной амнистии воспользовались около 14 миллионов граждан. В Самарской области таким образом ежегодно регистрируют около 9 тысяч объектов. Каких документов достаточно, чтобы оформить недвижимость по упрощенной схеме в нашем сюжете? С 1 июля в России вступит в силу закон о дачной амнистии 2.0. Таким образом, программу регистрации жилых домов по упрощенному порядку продлят. Но речь идет только о тех объектах, которые были построены до 14 мая 1998 года. Обычно для того, чтобы оформить дом, нужно два документа, подтверждающие право на земельный участок и документ, подтверждающий технические характеристики строения. Это техпаспорт, составляемый кадастровым инженером. Но, как правило, документов на землю у собственников домов, построенных в середине прошлого века, нет. И вот отсутствие первого документа, именно документа, подтверждающего право на земельный участок, является той основной проблемой, которой призван решить новый закон дачной амнистии 2.0. Достаточно большой пласт, массив жилых домов был начат строительством и построен в середине прошлого века. И вот люди жили там из поколения в поколение, десятилетиями, были прописаны в своих домовых книгах, подключались к коммунальным сетям. Но при этом эти дома, эти постройки никогда не были надлежащим образом оформлены. Не было ни документов на землю, не было ни, соответственно, документов на жилые дома. Чтобы оформить дом по закону о дачной амнистии 2.0, нужно подтвердить, что он построен до 98-го года. Для этого достаточно одного из следующих документов. Выписки из похозяйственной книги, документы о технической инвентаризации, документы о подключении дома к коммунальным сетям, либо квитанции об оплате или прописке по месту жительства. Вместе с тем продолжает действовать привычная нам дачная амнистия, воспользоваться которой могут люди, у которых документы на землю есть. В начале июня таким образом свой дом оформил и житель Кенеля Виктор Макаров. Бывший военный приобрел недвижимость в 2009 году. Документы оформил на себя и супругу, а техпаспорт на дом был зарегистрирован на прежнего владельца. У Виктора трое детей. Чтобы в будущем у них не возникло проблем с наследством, он решил привести документы в порядок и обратился к кадастровым инженерам. Ну, по телевизору я слышал, что дачная амнистия есть, конечно. Об этом я был в курсе, но я просто не знал, что на дом она тоже распространяется, так же все. Обратился, мне сказали, да, вы проходите под эту программу, принесите, пожалуйста, все документы, какие есть, мы посмотрим, что у вас есть, возьмем, какие нужно. Все, оплатите, будет выезд инженера, если вы все согласны, и все, вот так вот и пошло. Кадастровый инженер передал документы в МФЦ, а тот направил их в Росреестр. Через два дня документы были готовы. За 16 лет действия закона о дачной амнистии в России ею воспользовались около 14 миллионов граждан. В Самарской области ежегодно регистрируют около 9 тысяч объектов. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать новости на нашем сайте Самара ГИС. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите там же. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова